Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня будем с вами начинать влог по тестированию новинок-не-новинок, покупок Фаберлик. Попробуем с вами новую чудо-губку на ковре. Я специально ее не трогала, ковер не трогала в течение дня, чтобы коты как следует уделали его шерстью. Он хоть с маленьким ворсом, но чистить не его приходится каждый день, потому что там скапливается шерсть. Этот ковер в доме единственный, и он на себе все, что можно, накапливает. Так, сегодня с вами еще обещала Монцев про пасту Нуки. Что хочу сказать, девчонки? Сейчас как раз буду чистить зубы, вчера ее попробовала по этим пастам. По крайней мере, они не так повышают чувствительность, как вот эта паста. Ну, это, мне кажется, вообще трындец. Но девочки мне в комментариях написали, что паста Нуки у многих тоже повышает чувствительность. Я буду наблюдать. Мне понравилось, девчонки. Эмаль очищает более-менее бережно. Вот это именно ананасовое. Сейчас я буду чистить зубки. Сделаем с вами очищение лица. Какую-нибудь масочку. Попробуем еще что-то губкой, я не знаю, очистить, может быть, плитку на кухне. Поищем какие-нибудь грязные места или духовку, или что-нибудь такое. Потестируем ее, насколько она действительно хороша и стоит своих денег. Ну что, поехали. Девчонки, еще хотела мочалку с вами вот эту вот потестить, да? И по поводу дозаторов вот этих. Многие девочки, но не многие, некоторые мне написали, что они ни к чему не подходят. Я попробовала присобачить ко всему, что у меня есть в доме, ни к чему, что у меня в доме не подходит. И девчонки, одна из девчонок написала сегодня с утра, прочитала, что один дозатор для ванной, другой для очистки духовок и плит. Именно для этих двух средств они и подходят. Поэтому в следующем каталоге у меня как раз заканчиваются эти чистящие средства. Возьму именно эти два и присобачу к ним эти дозаторы. Еще, девчонки, с вами сегодня будем делать макияж, наверное, и попробуем тушь вот эту мискерну коричневую, как она смотрится на глазах. Мне безумно интересно. Планирую сегодня еще снимать фаберлик без прикрас, пустые баночки. Вот, поэтому будем делать макияжик. Сейчас буду умываться, добивать вот такой вот мицеллярный гель от Эйвен. Мне нравится на утреннее применение, потому что на лице такой холодочек дарит. Я вам сейчас вообще покажу свое любимое утреннее очищение, любимую утреннюю маску. Щеточка из секс-прайз. Девчонки, я уже не представляю, как я без нее жила на самом деле. Это так удобно. Она так здорово вспенивает любое средство, потому что, насколько мы знаем, да, у нас даже мочалки такие специальные есть для вспенивания средств, потому что пена гораздо глубже и лучше очищает нашу кожу. Вот. И хочу попробовать вот эту мочалку на лице. Сейчас я ей хочу смыть именно вот этот мицеллярный гель и посмотреть, насколько она жесткая. Девчонки писали, что это по типу турецких мочалок. И она обладает, да, легким эффектом пилинга. У меня как раз мочалка моя пришла в негодность уже для тела. И магазины у нас большинство закрыты. Ну и зачем из-за мочалки идти в магазин, когда можно заказать хаберлик. Так, ну что, девчонки, я деваю эту варежку. Мочим ее в воде. Мне кажется, неудобно, чтобы для пальца нет. Если было для большого пальца, было бы гораздо удобнее. Так, намочила. И... Класс, девчонки. Она правда такая довольно жесткая. Ой, ничего себе. Прям вот, не сказать, что раздирает. Ну, смотрите, у меня лицо краснеет даже, когда я ее смываю. По поводу впитываемости, нет. Это такой материал, он средство с моего лица не впитает. Это получается, я просто лишний раз еще пройдусь. И, не знаю, практически проскрабирую, что ли, свое лицо. Такой материал, видите, еще все вспенивается, он довольно жесткий. Ух ты, клево. Я так люблю такой уход. И за телом это вообще будет супер. Наносим гель для душа, проходим все этой мочалкой. Мне кажется, кожа прям должна быть гладенькая-гладенькая, девчонки. Я прям уверена. Ой, супер, вообще. Слушайте, я не пожалела, вещь крутая. У меня, конечно, есть много таких вот, знаете, щеточек для тела. Сейчас покажу. Я их использую вот такого плана, из фикса. Ну, как антицеллюлитный массаж, да, делаешь во время душа. Но вот это тоже вещь. Это прям вещь, это пилинг-пилинг. Очень грубая ткань. Прям, которая у меня лица, девчонки, прям покраснела. Если видите, да, прям очень круто покраснела. Супер. Мне кажется, в душ такой одно удовольствие. Ладно, попробовала на лице. Осталось довольно. Сейчас будем с вами делать масочку. Прямо лицо после этой мочалки, такое гладкое. Слушайте, кроме того, мне понравилось вообще. Заменяет скраб в любой, это 100%. Маску буду делать, девчонки, вот такую сегодня с утра. Beauty Lab с древесным углем. Если с утра мне не лень с такими масками возиться, то вечером вообще лень, я как-то попроще выбираю. Потому что она же сейчас засохнет на лице, и смывать ее будет тяжело. Но я, девчонки, к таким маскам, знаете, как приспособилась. Тоже она у меня уже заканчивается. Надо добивать. Я их смываю, вам потом покажу вот этой щеткой. Это так удобно. Вообще, вот такие маски, которые на лице засыхают, очень удобно такой щеточкой смывать. Потому что если это делать все руками, сама уделаешься, ванну все уделаешь. А эта щетка как-то получается, знаете, так менее травматична, что ли. Сегодня по плану еще большая уборка. Дел много, будем сами эту губку тестить. Чудо. Чудо кубочку. Вот была бы она маской клеонкой, цены бы и не было. А так, прям, сплошные неудобства. Поэтому рука вообще к ней не тянется. Хотя эффект на лице хороший. Выравнивается тон лица, очищается, пора. Но, девчонки, ее надо очень хорошо смывать. Иначе, знаете, на пушке, который у вас есть на лице, остается от нее черный налет. Ну все, я пока так похожу и продолжим дальше. Ну все, девчонки, будем смывать с вами маску. Сейчас я покажу, как я делаю эту щетку. Мочим щетку для этого. Чуть-чуть отжимаем и начинаем проходиться. Остатки я уже буду доснимать вот таким вот спонжем. А первоначальный, засохший слой, я вот эту щеточку так размачиваю. И тогда это все менее травматично, ничего не висит в разные стороны. И кирпума. Вот видите, как хорошо она со своей задачей справляется. Наконец-то. Вот за что я не люблю эту маску, потому что ее замучаешься смывать. Дальше тоник. Здесь у меня перелить тоник от Сайдо. Вот этот вот для жирной комбинированной кожи. Тонизируемся. И нанесу, девчонки, сыворотку от Organic Zone. Гиалуроновую. Нравится, классная. Как и пилинг, она вообще здоровская. И потом уже свой уходовый кремушек дневной. Пахнет, правда, хвойным лесом. Пихтой, хвоей. Но она классно работает. Ну вот, уже, девчонки, посвежее вид. Так, и крем. Крем Аксиологи Кислородный Баланс. Фокус. Матирующий. Именно поэтому люблю его на один. И пойдем, девчонки, с вами убираться, а потом краситься. Вот так. Девчонки, перед уборкой хочу протестить еще с вами вот этот вот крем Термоэффект, да, который вчера в заказике тоже пришел. Поэтому сейчас все обмажусь и в процессе вам уже скажу, жжет, не жжет, греет, не греет и так далее. Так, девчонки, вот мой ковер, на котором полно шерсти. И сейчас мы будем, наверное, эту губку, я так понимаю, размачивать, потому что она, так как мы ее вчера открыли, уже в некоторых местах совсем сухая. Кремом намазалась. И вы знаете, уже начинает все гореть. Прям вот печет основательно. Крем работает. Будем смотреть дальше. Пойду размачивать губку. Размачила губку. Господи, как же горят ноги. Слушайте, это круто. Давайте пробовать. Я ее хорошенько отжала. Как она будет с этим совсем у нас справляться. Ну вот как бы волосы скатываются. Слушайте, ну круто. Смотрите, вот они скатываются, да? Так, сейчас отъедем дальше. На ней самой, с учетом всего, как бы ничего не остается. Она их вот так скатывает, да? Слушайте, ну прикольно. У меня есть специальная щетка для ковров, но мне кажется, даже она как-то похуже. Все это дело собирает. Хотя нет, щетка она проникает между ворсинками. Губка-то никак не проникнет. Смотрите, сколько уже она собирала. Не, здорово. Здорово на самом деле здорово. Поэтому с этой задачей она справляется на ура. Вот, да? Видите? Класс. Волосы собирает круто. Причем сама она остается чистой. Ну, вот различный, конечно, мелкий сорт. Здесь, ну, надо пылесос потом. Ой, я ковер еще мочу. Видите? Надо было сильнее отжимать. Ну, классно, нет, классно. Она собирает все волосы в кучу. Вообще классно. В общем, буду чистить ковер дальше. Тело горит неимоверно. Поэтому крем работает. Термоэффект вообще потрясающий просто. Так что, девчонки, кремом я довольна. Попробуем потом попозже эту губку где-нибудь на кухне еще что-нибудь оттереть. Девчонки, посмотрите на реакцию. Там, где я наносила крем, вся кожа покраснела. Смотрите, вот я на низ руки не наносила, да? Но вот где коснулась кожи, там прям раздражение. Не знаю, хорошо это или плохо, видите? Я наносила выше, и там все красные ноги и живот. Все вот такое вот красное, капец. Так, девчонки, предлагаю вот эту губку протестировать на хромированной поверхности. И на плите можно. Она, конечно, не сильно загрязнена, но тем не менее. Сейчас посмотрим, как она будет с этим справляться. Блин, она такая твердая. Вот ей, если нужно просто протереть, это практически нереально. Сейчас посмотрим. Но вроде девчонки от разводов избавляет, смотрите. Не, слушайте, классно. Вообще классно. У меня довольно старая раковина. Вот, смотрите, вот развод, да? Опа, нет развода. Так, здесь. Опа. Слушайте, круто. У меня здесь кое-где и налет есть. Сейчас попробуем. Мне здорово. Так, вот в этом месте у меня всегда собирается налет, потому что здесь лежит губка от посуды. Ну, не сказать, что идеально, да? Остается. Вот он все равно. Но круто, девчонки. Разводы убирает на ура. Блеск. Так, вот здесь сейчас попробую. Девчонки, кстати, сейчас вот пока снимаю видео. Там разворачиваются споры по поводу моего прошлого видео заказа Фаберлик, где. Там я в конце видео сказала, слушайте, смотрите, круто. Правда, круто. То есть без чистящих средств можно вот так быстро раковину привезти в божеский вид, да? Вообще классно. Давайте плиту попробуем. Что-то тоже она у меня вот как есть, так есть. Я ее не мочу. Ну и вот, я там в конце видео сказала, что если вас не устраивает ваш наставник, тоже регистрируйтесь под меня и так далее. Я хочу сказать тем девчонкам, которые написали мне, там одна девочка написала, что или женщина разочаровалась во мне после таких слов. Марина Соловьева зашла ко мне на канал, прокомментировала тоже эту ситуацию, что так нельзя, если человек потом зарегистрируется ко мне и будет открывать ИП, будут сложности, ттт, ттт, в общем, много нюансов. Ну, неужели вы думаете, что я, будучи в Фаберлик два года, не знаю этого всего? Это, во-первых. Девчонки придут, тоже классно. Ну вот, сейчас надо вот этот мусор убрать. Естественно, я все это знаю. Естественно. А для чего были сказаны эти слова и для кого? Ну, те, кто понял, тот понял. Понимаете? Естественно, это была шутка. Но мы все не глупые, да? И, естественно, все знают, кому надо, особенно такие, как Марина Соловьева, директора. Я надеюсь, что она уже директор. Вот, потому что, мне кажется, она давно в Фаберлик. Я когда только начинала, я смотрела, и мне очень помогали, на самом деле, ее отзывы. Вот. Все, естественно, директора знают обходные пути, если нужно кого-то зарегистрировать, да, перерегистрировать свою структуру. Естественно, так многие делают. Это все понятно. Но я говорила, девчонки, это не с этой целью, на самом деле, потому что я вам много раз уже вещала, что я не занимаюсь в Фаберлик. У меня нет цели построить там обалденную структуру в Фаберлик и открывать ЭП и зарабатывать деньги. Если ко мне регистрируются люди, это здорово. Это, конечно, супер, я им помогаю и так далее. Но я не хожу с каталогом, я не зазываю никого регистрироваться. Ни в коем случае. Я в первую очередь, девчонки, блогер, и меня это устраивает. Это мое, я это чувствую, и мне нравится для вас тестировать новинки, снимать видеообзоры какие-нибудь полезные, не пустые, там, да, показал и все. Прежде всего. И вы все об этом прекрасно знаете. Так что это заявление, оно может, ну, не знаю, сказать, что оно было таким провокационным. Мне было интересно, как отреагируют именно те девочки, которые занимаются исключительно в Фаберликах и видео, которых направлены на вовлечение людей в свою структуру, да, и так далее. Я посмотрела, два, три человека всего лишь таких оказалось. Больше мне никто пока никакой гадости не написал, скажем так. Но это тоже была не гадость, это, как бы, люди высказывали свое мнение им за это. Спасибо. Мне было очень интересно поучаствовать в этом делологе-монологе. Вот. А, ну, кто понял, зачем это было сказано и так далее, тот понял. Я ни в коем случае не перерегистрирую людей, не зазываю в свою команду и не делаю так никогда. Потому что, ну, я вам еще раз говорю, я не какой-то там лидер Фаберлик. Я заказываю для себя, для своих знакомых и снимаю вам видеообзор. Я блогер, девчонки. Вот. Поэтому вот так. Для тех, кто хочет в мою структуру, он попадает в мою структуру, получает необходимую помощь и так далее. Не более того. Я не иду по головам и, как сказать, не занимаюсь чисто Фаберликом. Вы это видите по моим обзорам. Мне это не так интересно, скажем так, как блогерство. Вот. Так, девчонки, теперь что по губке. Вот, видите, плита тоже классная. В принципе, без мощных средств. Вот, все блестит, все сверкает, чтобы нам с вами еще попробовать. Плитка вот здесь у меня, да? Вот, видите, она над плитой. Давайте ради интереса попробуем. Ну, нет, плитку нет, девчонки. Здесь не сильно такие застарелые пятна. Я периодически ее протираю. Ну, скажем так, меланин здесь бы справился лучше. Вот в этом именно месте. А так, для уборки, ну, вообще здорово. Мне понравилась. Губка действительно достойная. Не зря ее хвалили. И, в отличие от меланина, да, меланин у нас стирается, стирается вообще в пух и прах и исчезает. А эта губочка, она нет, она не стирается. То есть, это вообще жутко долговечный продукт. От налета избавляет. Не от сильного такого, да? Вообще, все достойно. Мне понравилось. Так что, девчонки, такую вещь рекомендую. Не зря заказала помощница в уборке. И для ковров хорошо себя показала. Кстати, я хотела еще попробовать окна. Вот у меня окно, девчонки. У нас тут уже весна. Потихоньку начинают деревья цвести кое-где. И у меня есть такие вот пятна на окне. Они с улицы, да, видите? Они с улицы. У меня сейчас на улицу не залезу. И они не оттирались у меня ничем. Вот ничем. Я даже терла чистящими средствами. Но изнутри сейчас тоже есть пятна развода. У меня ребенок любит постоять возле окна. И залапать его. Слушайте, окна вообще, ну, ура. Без разводов. Прям вот круто. Вот сейчас оно высохнет. Посмотрим, будут разводы. Нет, окно высыхает, разводов нет. Девчонки, мне кажется, для окон это вообще супер. Вот прям супер-супер. Ну, это называется, понеслась душа в рай. Теперь мне хочется окнам лоджии отмыть. Девчонки, правда, никаких разводов не оставлять. Так быстренько хоп-хоп, и все. Опачки. И чистое окошко. Вот, по сравнению с верхом. Ну, плохо, видно все равно. Вон у нас дерево цветет уже одно. Не, круто. Окна вообще, девчонки, правда, круты. За счет того, что она такая длинная, я вот сейчас достаю до самого верха. Окно высыхает. Никакой грязи, никаких разводов не остается. Вообще классно. Девчонки, ну, на часа три я точно из жизни выпала. Я этой губкой отмыла все окна, входную дверь с обоих сторон, панели в коридоре. Так что, если будете заказывать, будьте аккуратны. Вы потом на полдня точно выпадите из жизни. На самом деле, одно удовольствие убираться, и она офигенная. На самом деле. Теперь будем с вами делать макияж. Будем пробовать коричневую тушь. Сейчас я приготовлю все необходимое. И, наверное, полностью макияж снимать не буду. Вот эту мисс Керл будем с вами тестировать сегодня. Я сейчас начну делать макияж. И уже с вами увидимся, когда будем красить реснички. Ну вот, девчонки, макияж готов. Осталось только реснички. Берем с вами тушь. Я вам уже ее показывала в обзоре заказа, да? Изогнутая такая кисточка. У меня первый раз в жизни, если честно, девчонки, коричневая тушь. И мне самой интересно, как это будет выглядеть. Сама по себе тушь мне это нравится. И кисточка нравится тоже. Ну что, девчонки, могу сказать. Она темно-коричневая. Поэтому, мне кажется, вы даже не увидите разницы, потому что ее не вижу и я. Но я вам обязательно сейчас накрашу и выйду, покажу при дневном свете. Девчонки, ну разницы не видно, если честно. Черная, коричневая. Практически вообще. Я сейчас докрашусь и покажу вам при дневном свете. Девчонки, ну вот при искусственном свете, да, в принципе, разницы практически нет никакой. Так, свет, свет. Видите? Но в целом, действительно, девчонки, взгляд более естественный, что ли. Скажем так, для тех, кто не любит такой вот ярко-угольный цвет на своих ресничках и просто хочет создать эффект более длинных ресниц, да, и густых, можно сделать это в один слой легко. И даже никто не заметит, что на ваших ресничках есть тушь. У меня сейчас два слоя. Пойдемте посмотрим при искусственном свете. При естественном свете. Девчонки, а просто естественное освещение. Мне не очень хорошо видно. Надеюсь, что вам более-менее, да. Вот как выглядит тушь. У меня здесь два слоя. Ну, классно. На самом деле, взгляд естественней. Поэтому пока буду пользоваться за большим удовольствием. По поводу крема, девчонки, антицеллюлитного тела, кстати, перестала жечь где-то часа через полтора, а краснота прошла часа через два. Без каких-либо последствий все нормально. Поэтому кремом я, в принципе, довольна и буду пользоваться, особенно во время каких-то физических нагрузок. Круто. Круто. Я очень рада, что он работает, разогревает. Могу смело вам рекомендовать, чтобы, знаете, ну, хорошо такие продукты подходят для обертывания, для подтяжки кожи, для улучшения микроциркуляции. Да, это все равно нужно, это все равно важно. Как для кожи лица, так и для кожи тела. Поэтому, да, понравился. Скорее всего, буду брать еще. Ну вот и все, мои хорошие. На этом мой влог закончен. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Пока.